Здравия всем желаю! Решил я тут пройтись по военачальникам Крымской войны, а конкретно по князю Горчакову Михаилу Дмитриевичу, который командовал, а я так и не понял, чем он командовал. Ну, в принципе, давно сделал, другое дело, что не могу найти системы и, соответственно, не могу понять, для чего это все задумано и исполнено. Что исполнено? Доклад. Короче, смотрим Википедию Горчаков. В 1853 году занимается непонятно чем. Если смотрим Википедию Паскевич, по имени Паскевич, то Горчаков командует уже в 1853 году захватом Валай. В 1854 году Горчаков, Википедия, говорит о том, что он командует тремя пехотными корпусами на Дунае. Ну, в принципе, эта же информация, она подтверждается и в Википедии, то есть он продолжает командовать тремя корпусами. В августе 1854 года Горчаков выводит армию. Если смотрим Паскевича, то это не Горчаков выводит армию, а Паскевич выводит армию. Из Балахии за Дунай, на территорию России. Дальше происходит следующее. В августе же, после вывода армии, либо же присутствия при выводе армии, Горчаков становится главнокомандующим Южной армии. В 1855 году, в феврале, Горчаков становится командующей Крымской армией. Одновременно вот в этом источнике, Запад Рус, Горчаков становится главным командующим Крымской и Южной армиями. Небольшая такая разница, полмиллиона человек. В конце 1855 года, его увольняют в должности командующего Крымской армии. Здесь написано, что он назначается в Богдановичном, что он становится главнокомандующим Западной армии. В январе 1856 года, он становится главнокомандующим Первой армией. После смерти Паскевича, я не понимаю, как это все может быть. Помимо всего прочего, он же исполняет обязанности наместника Польши. И увольняет его Александр Второй в связи со смертью Николая Первого. То есть, наш с вами Горчаков, он ровно как Фигара. Фигара здесь, Фигара там. То он командует, то он наместничает. А где правда-то? Такой разброс информации, я лично по своим ощущениям могу объяснить следующее. Опять-таки говорю, что это лично по моим очень смутным ощущениям, что более современные источники, они понижают статус командования данного командира. Там, где более старые источники дают ему команду, допустим, миллионам человек, более новые источники дают ему под командование не больше 60 тысяч. Зачем это делается? Я полагаю, что они, которые поновее будут гнили, они поняли, что война-то была не та и не о том, что если показывать, чем он командовал, если показывать, какими соединениями он командовал, называть их полностью правильно, то сразу же возникнут вопросы, а где были еще боевые действия, которые велись вот этими неупомянутыми, упомянутыми ранее и неупомянутыми ими соединениями. И пусть академические крысы от истории мне не рассказывают, что где-то там есть документы правильные, и что мне стоит поковыряться в этих правильных документах, и я все пойму и все осмыслю. Объясню почему. Потому что люди простые, на кого вываливается вот это вот шметье, дерьмо вот этого, да, информационное, где нет ни одной увязки на соседнюю информацию, такую же, да, то есть все разное, они находятся в полной дезориентации, в полной. А вот эти вот академические крысы, они, ну типа, они наукой занимаются, в то время, когда народ лажает. Ссылки на все это безобразие я, естественно, приведу внизу, смотрите, изучайте. На этом доклад закончил. Всем добра. Здравия всем желаю. Расскажу вам о Горчакове Михаиле Дмитриевиче, светлейшем князе. Вы думаете нам что-нибудь о нем известно в связи с этой войной? Уверяю вас, нет. В 1854 году, при начале Восточной войны, начальству князя Горчакова были вверены войска 3-го, 4-го и 5-го пехотных корпусов. То есть, в самом начале войны, в 53-м году, по другим источникам, я забегаю вперед, докладываю, он был просто начальником штаба. А потом ему дали вот какие-то войска, 3-й, 4-й, 5-й пехотных корпуса, по 90 тысяч человек в каждом корпусе, 270 тысяч человек, действовавших на Дунае и прибрежье Черного моря до Южного Бука. Хотя главное распоряжение этими силами, равно как войсками, находившимися в Польше и западных губерниях, было предоставлено фельдмаршалу князю Паскевичу. То есть, если помните мои предыдущие ролики, на танкоопасном прусском направлении стояло еще три корпуса. То есть, у нас уже 6 корпусов получается, да? Всего 540 тысяч человек. Компания на Дунае вообще шла неудачно. И войска Горчакова уже в исходе августа 1854 года были выведены из Валахии и Молдавии. Ну, турки, конечно, молодцы в данной связи. Если помните, у них там было 105 тысяч человек, больше никак не получается, да? И эти 105 тысяч человек дали по зубам 270 тысяч русских, это вот по этой Филькиной грамоте, да? И выбили их из Валахии и Молдавии. Молодцы турки. Наступают на в три раза превышающего их численностью противника. Ну, видимо, у них боевой дух 9 раз выше. Раз они стоят 1 турка 9 наших солдат. Ну, по уставу надо наступать, если известно, да? Вам 1 к 3. То есть, на одного солдата в обороне нужно наступать тремя солдатами. По возвращениях в пределы империи Горчаков был назначен главнокомандующим Южной армии, расположенной на северо-западном побережье Черного моря и на реке Прус. То есть, вот эти вот войска, три корпуса, третий, четвертый и пятный пехотные корпуса, действующие на Дунае, они были не все войска, явно здесь, да? которые располагались на северо-западном побережье Черного моря и на реке Прута. Когда последовала высадка союзников в Крыму, Горчаков по собственному почину, предупреждая высочайшее повеление, всячески старался содействовать удовлетворению материальных нужд Крымской армии. Наконец, начальству над этой армией пришлось принять самому Горчакову. И в самое тяжелое время он руководил обороной Севастополя с февраля по август 1855 года. В конце же 1855 года он был заменен в Крыму генерал-адидантом Лидерс, а в январе 1856 года по смерти фельдмаршала князя Паскевича назначен наместником царства польского и главнокомандующим вновь образованной первой армией. В этой должности он оставался до самой смерти. Ну а вот, что нам говорит автор Алексей Кривопалов. Опубликовано 25 января 2011 года. Он ссылается на некую неопубликованную диссертацию Кухарука. Объектом исследований в этой диссертации выступает большая действующая армия, ключевой инструмент военной политики Николая Первого. Эта армия возникла при чрезвычайных обстоятельствах в начале русско-польской войны 1831 года. И после разгрома восстания она была сохранена как организационная структура, управляющая лучшими войсками империи. Располагаясь на западном стратегическом направлении действующая армия выполняла несколько взаимосвязанных функций. Во-первых, это была оккупация Польши, порядок в которой гарантировался исключительно раскровертированными на ее территории русскими войсками. А во-вторых, а вот здесь внимание, армия служила главной ударной силой на случае войны в Европе и наконец именно на ее основе в ходе мобилизации должно было осуществляться боевое развертывание сухопутных сил Российской империи. И опять внимание, с 1831 года по середину этой войны генерал, фельдмаршал, князь, варшавский, граф, паскевич и реванский являлся командующим действующей армии. Вот здесь вот у него тоже очень интересно. 6-й пехотный корпус, дислоцированный в Центральной России и игравший до войны роль общего резерва, также был приведен в боевую готовность. Из его состава одна дивизия была отправлена на Кавказ, а 16-й и 17-й две дивизии. Пошли на Украину. Но что же мы можем узнать о Горчакове в другой статье, а именно в статье о Паскевиче. Мы можем узнать, что русские войска под предводительством нашего Горчакова вступили в Молдавию и Валахию и в 1853 году произвели уже несколько сражений с турками. И также мы в этой статье узнаем, что в июле-августе Паскевич руководил выводом русских войск из Валахии и Молдавии. В статье про Горчакова написано, что это Горчаков руководил. А здесь написано, что Паскевич руководил. Ну вот тоже очень интересный пассаж. Я вам его зачитаю. В начале августа 1854 года Паскевич с севера на юг от Вислы до Черного моря располагал войсками 1-го, 2-го, 3-го, 4-го пехотных корпусов, а также 15-й, 16-й дивизиями соответственно 5-го и 6-го корпусов. Помимо этого в районе Варшавы стоял Гренадерский корпус, а за спиной у Горчакова 1-й и 2-й резервные кавалерийские корпуса. И все это не считая резервных пехотных бригад и дивизий. Однако к концу года значительная часть этих сил ушла под Севастополь. Ну а вот что нам рассказывают другие источники, если это можно назвать источники. Горчаков князь прибыл в Севастополь 8-го марта 1855 года, сменив на посту А.С. Меншикову. Здесь же Горчакову, который сменив князь Меншикова стал в феврале 1855 года командующим наверно армией Крым. То есть часть источников в интернете уверены, что Горчаков сменил вовсе не Паскевича, а сменил Меншикову. Либо же что выходит, что Меншиков и Паскевич, которых обоих примерно в одно и то же время сменил Горчаков являются однояйцевыми близнецами, а может быть даже и просто сиамскими близнецами, а может быть и просто одним лицом. Вы думаете, это одни так они считают? Да нет, вовсе не одни. Ну пожалуйста вам Гологян так считают. Тут и про Льва Николаевича Толстого написано. Ну а также Горчаков сменил Меншикова лишь в феврале 1855 года черным по белому написано. Ну а вот наш источник Запад-Рус война 1853-1856 считает, что князь Горчаков был назначен в феврале 1855 года главнокомандующим всеми силами на юге южной и крымской армиями. И этот источник он вовсе не одинок в таком мнении. Вот вспоминаю нашего с вами Богдановича. Ссылочку дам. Смотрите. Так вот Богданович что пишет? Что Горчаков в приказе по южной и крымской армиям сказал и дальше по тексту. то есть лицо которое якобы сменило Меншикова на посту командующего крымской армией отдает приказ в том числе и по южной армии. Нормально, да? Но и это еще не все. Наш с вами господин Богданович он был абсолютно уверен что по случаю тяжкой болезни князя Паскевича господарь император Александр Второй назначил князя Горчакова главнокомандующим западную армию. А вот южной армией и войсками в Крыму был назначен генерал Лидерс. Ну а вот что пишет еще один источник. После ряда неудачных сухопутных сражений в Крыму и резкого ухудшения положения Севастополя война подошла к своей критической фазе Александра Второй вступивший на престол в феврале 55-го отозвал Меншикова с поста главнокомандующим Крымской армией и назначил на эту должность Горчакова. Ну а вот этот источник он нас уверяет в том что после смерти Николая Первого Александр Второй тотчас уволил Горчакова с поста наместника Польши назначил своего братана. То есть наш господин Горчаков походы Фигара здесь Фигара там малость военачальник малость наместник не командует то ли взводом то ли полутора миллиона мечела. На этом доклад закончил. Всем добра. господин господин господин